Термические и гололедные травмы – опасности, которые таит в себе сказочная зимняя погода. Для того, чтобы выход на улицу не закончился в ожоговом или травматологическом отделении больницы, необходимо соблюдать, на первый взгляд, не самое сложное, но тем не менее часто игнорируемое правило. Первое и самое главное – всегда одеваться по погоде. Для холодных дней это означает многослойность, то есть одновременное наличие одежды и из хлопка, и из шерсти. Также стоит отказаться от металлических украшений, которые настывают на морозе, и ни в коем случае не выходить на улицу с влажными волосами. Влияние холода на организм человека осуществляется как бы в трех проекциях. Первая проекция – это просто ощущение стойкой холода. Когда человек холодно, он замерз, ему хочется согреться где-то, но это еще не болезненное состояние. Но это состояние, которое мы чаще всего испытываем, оно таит в себе также большую опасность. То есть недаром пики заболеваемости гриппом, ОРВИ приходится именно на холодный период времени. Ангины и любые различные простудные заболевания, они потому и являются простудными, потому что они связаны с охлаждением организма. Если холодовой фактор действует долго, то возникает переохлаждение организма, всего организма или каких-то отдельных его тканей, что может привести в том числе и к обморожениям. Длительное воздействие холода может и не таить опасности, но простому обывателю не под силу понять, есть ли повреждение тканей или просто охлаждение организма. А потому при появлении таких симптомов, как ноющие боли в конечностях, а не менее или жжение, бледность и холодность кожных покровов, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Возникновение отморожений, будем говорить, выделяют непосредственно производящую причину. Это низкая температура окружающей среды, воздуха. И есть еще факторы, которые усугубляют, способствуют возникновению отморожений. Это прежде всего влажность, повышенная влажность воздуха и скорость ветра. Но достаточно сказать, что если у нас будет температура минус 20 и скорость ветра 20 метров в секунду, то это будет соответствовать 50 градусам мороза при тихой безветренной погоде. Немало проблем доставляет и гололед. Более 2000 человек с начала года уже обратились в учреждение здравоохранения с травмами, полученными при падении на скользкой дороге. На пресс-конференции в Центре гигиены и эпидемиологии, которая состоялась накануне в городе Надбугом, врачи призывали берестейцев быть более осторожными, внимательно подходить к вопросам устойчивости зимней обуви, а также выбирать маршрут передвижения с наиболее расчищенной дорогой. Повреждаются самые разные части тела, но чаще всего это руки, ноги, черепно-мозговые травмы. Здесь общие рекомендации могут быть только. Это стараться выбирать дорогу там, где нет льда. Людям, у которых уже может быть страдает где-то координация, старики, им надо обувь тоже подбирать такую, чтобы она была не скользкая. Но не только непосредственно холод может стать причиной серьезных травм. Согреваться тоже нужно уметь. Нередко именно зимой к врачам обращаются пациенты с ожогами, как конечностей, так и внутренних органов. Кипяток и открытый огонь, а тем более алкоголь в деле борьбы с морозами не самый лучший вариант. Только постепенное воздействие тепла и контроль специалистов помогут сохранить не только тепло, но и здоровье человека.